Силовики начали реализовывать новый антиворовский закон. Оперативникам в регионах поступило распоряжение начать собирать доказательную базу в отношении воров в законе в рамках принятых недавно поправок к статье 210 УК РФ, Организация преступного сообщества или участие в нем. Согласно им, напомним, законникам теперь грозит до 15 лет колонии, а организаторам преступных сходок – до 20. Как сообщает издание «Разбалт», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, указание начинать фиксировать доказательства пришло в региональные подразделения МВД накануне из сегодняшнего дня органы должны приступить к его исполнению. За результаты по исполнению нового закона оперативникам придется отчитаться. По мнению экс-начальника криминальной милиции органов внутренних дел РФ, адвоката по уголовным делам Евгения Харламова, в первую очередь давление начнут оказывать на уже отбывающих наказания преступников. В интервью «Ура.ру» он предположил, что их будут шантажировать возбуждением новых дел по преступлениям десятилетней давности, за которые сейчас можно получить пожизненное. При этом, как считает силовик, для некоторых из преступников, находящихся сейчас в местах лишения свободы, это может быть даже хорошим шансом поквитаться со своими врагами из числа авторитетных людей, в том числе и не имеющих отношения к преступности. Знающий о работе органов не понаслышке Харламов допускает, что дело будут подгонять под нужную статистику, добиваясь от осужденных необходимых показаний. В этом уверенный конфликтолог, гангстер на пенсии, писатель Михаил Орский, считающий, что впереди представители криминального мира ждут невыносимые условия. Он лишь надеется на то, что порядочные и честные люди в криминальном мире своих сдавать все же не будут. Как уже ранее сообщал Разбалт, авторитеты и законники восприняли новый закон всерьез и на время заморозились, сменили номера, отказались от встреч, кто-то даже уехал в другую страну. Тревожность в преступной среде подтверждает и Орский. При этом, по его мнению, новый закон направлен против беловоротничковой преступности, расхитителей политической собственности. Недаром первыми случаями проявления новой политики в отношении криминала стали дела против экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, сенатора Рауфа Рашукова и экз-министра культуры Григория Перумова. Напомним, как ранее сообщала преступная Россия, страну уже покинули такие воры в законе, как Олег Пирогов, Циркач, Ромас Дзнеладзе, Ромас Кутаисский, Буром Чихладзе, Квежоевич, Георгий Калашан, Котик-младший, и Руслан Гегичкарей, Шляпа-младший.